Милость Бога и Его Владычество. Псалтирь, 102-й Псалом, с 13 по 22 стих. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над Ним ветер, и нет Его, и место Его уже не узнает Его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа моя, Господа! Размышления, часть 1. Отеческая любовь. Псалтирь, 102-й Псалом, с 13-го по 18-й стих. Автор Псалма сравнивает род человеческий с прахом и травою. Мы здесь лишь на краткий миг. Сейчас есть, а через мгновение нас уже нет. Но, хотя наша жизнь кажется такой короткой и бессмысленной, Бог все равно любит нас, как Отец любит Сына. Отец смотрит не на ошибки Сына и не на то, как Он выглядит, а дальше. Он любит Сына просто потому, что Он – Его. И так же, как хороший земной Отец пожертвовал бы Собой ради спасения жизни ребенка, наш Небесный Отец заплатил самую дорогую цену, послав Сына Своего и Иисуса Христа умереть за нас. Невозможно постичь Божью любовь к Его народу, который ее совсем не заслуживает. Давайте просто принимать ее верой и жить во славу имени Его. Когда вы сомневаетесь в любви Божьей, как можно каждый день напоминать себе о Божьей неизменной любви? Размышления, часть 2. Небесная хвала. Псалтирь, 102-й псалом, с 19 по 22 стих. Псалом завершается громогласной хвалой Господу. В свете Его величия и благодати поклонник уверяется, что один только Господь – Вечный Царь. Все творение призвано восхвалять Его, владычествующего над всем, и не только на земле, но и на небе. Ангелы и могучие небесные воинства повинуются каждому Его слову, а поэтому должны прославлять Его. Бог правит не только в материальном мире. Его владычество распространяется даже на невидимое, в том числе и на все духовные силы и всякую область тьмы. Можно быть уверенными, что нет во всем творении ничего такого, что вышло бы у Него из-под контроля или могло бы отделить нас от Его любви. Что невидимое, таинственное, пугает вас? Как сознание, что Бог правит творением, дает вам утешение и уверенность в Нем? Молитва Отец Небесный Спасибо, что Ты возлюбил меня, невзирая на мое несовершенство и многочисленные слабости. Пожалуйста, помоги мне, возвещая окружающим Твое величие полагаться не на собственные силы, а на Твою силу и благодать. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...